Впрочем, в этом месяце до Евроблях депутаты добраться точно не успеют. Почему? Да у них осталось всего 4 рабочих дня в октябре. Вообще, вы наверняка и сами заметили, насколько расслабленный режим работы у нынешнего созыва Верховной Рады. Вот казалось бы, политический сезон только недавно ведь начался, а уже через неделю у законодателей экватор работы во втором полугодии 2017 года. Неплохо, правда? Потом еще 16 дней поработать и Новый год с Рождеством. И вот что интересно. Есть у депутатов способ компенсировать такую расслабленность. Законопроекты. Их можно производить бесконечно, на любые темы, в любом количестве. А потом пафосно отчитываться о них в телеэфире. Мол, работаем же. Наша Инна Томина заинтересовалась этой кипучей активностью. Тысячу и одну депутатскую фантазию. Посмотрите далее. Политсезон в разгаре, в парламенте кипит все. Работа, скандалы и споры. В порыве политической страсти даже дымовые шашки горят. Ведь спиротехническим шоу депутатская работа становится, если неэффективнее, то, по крайней мере, эффектнее. Дымовая завеса политических баталий – хорошая маскировка для депутатского релакса. А еще избранники свой низкий КПД умело прикрывают тоннами макулатуры, имитируя бурную деятельность. На сегодня в Раде зарегистрированы рекордные 10 тысяч проектов законов и постановлений. То есть законами стали всего 6%, а все остальные депутатские инициативы пыляться на полках, не имея ни малейшего шанса. Да и некоторые идеи слуг народа уж слишком экстравагантны. Проект закону про внесение изменений до регламента Верховной Ради щодо читания молитвы «Отче наш» сразу после открытия пленарных заседей. Кому должна помогать молитва – депутатам работать или людям жить? После имена работанного – тот еще вопрос. Но не молитва единой. Еще народные депутаты предлагали – ради права мужчин на отцовство запретить аборты женщинам. Обратиться к Дональду Трампу, чтобы тот не обижался на критику украинских политиков. И отложить переименование Кировограда, пока страна не вступит в Евросоюз. Была спроба аппарата Верховной Рады откуда-то всю абсурдность. У нас даже было несколько расследов на регламентном комитете, куди завертались народные депутаты и сказали, что на какие подставки мы не отмывали. Изменить ситуацию могла бы реформа парламента. В частности, норма, которая действует во многих странах. Когда депутат перед тем, как подать свою инициативу, должен заручиться поддержкой коллег-единомышленников. Никто сейчас не фильтрует этот законодатель спам, который регистрируется народными депутатами. И на все эти законопроекты, как отче наш, как решта, выделяются ресурсы, чтобы парламентские комитеты их опрацовывали, выносили свои выставки, давали экспертизу и так далее. А ресурсы выделяются вполне солидные. Нематериальные идеи депутатов легко конвертируются во вполне материальные миллионы гривен налогоплательщиков. На работу Рады в год из госбюджета идет примерно миллиард гривен. На зарплаты законотворцам около 400 миллионов. Остальное на организацию работы. В том числе и на бумагу, на которой и печатают все проекты. Ведь с электронкой пока полный завис. И все эти бумаги легко превращаются в денежные знаки. По данным самих депутатов, которые они нам предоставили, только на покупку бумаги в месяц тратят 45 тысяч гривен. А за год законотворческой работы парламентская канцелярия тянет на полмиллиона. Мало того, оказалось, что за бумагу они платят дважды. Мы же народные депутаты, мы принимаем очень серьезные законопроекты. И вот мы платим за то, что макулатуру у нас утилизуют. Мы не сдаем в какой-то фирме, потому что это надзвучайно тайные документы. Мы платим в какой-то фирме, которая выиграла через тендер, за утилизацию. А утилизировать есть что. По нехитрым расчетам, за год депутаты тратят 15 тонн бумаги. Если перевезти в деревья, получится маленький лесок. Это не ключевая проблема сегодняшнего парламента. У нас коалиции нет в парламенте, понимаете? У нас нет ответственности за кнопкодавство, у нас нет за фальсификацию голосования. Это фальсификация голосования. У нас прогульничество тотальное в Верховной Раде. Кнопкодавство и прогулы – уже хроническая парламентская болезнь каждого созыва. Но в этом году депутаты даже достигли виртуозности в игре на кнопках голосования. «Проголосуй за себя и соседа» – девиз почти каждой фракции. Ведь в каждой фракции есть злостные прогульщики. Некоторые пропустили 80% заседаний за три года работы. Но, как ни странно, есть в этой ситуации и плюс. Депутатская неявка превращается в материальную выгоду. Их лишают части зарплаты. И, по данным спикера, на прогульщиках уже сэкономили 3 миллиона гривен. Депутат СПИД, а служба идет. Зачастую и от присутствия избранников в зале толку немного. Хоть коэффициент полезного действия нардепов весьма скромен, сами они скромностью как раз не отличаются. И на этой неделе в который раз заговорили о повышении зарплаты. Самим себе. Инна Томина, Богдан Савруцкий и Максим Чеблин. Подробности недели телеканал Интер.